Живу дважды. Так называется выставка классика советской фотографии Леонида Лазарева. Она открылась в галерее классической фотографии и приурочена к 80-летию мастера. Создатель особого жанра фотофильма, один из первых московских стрит-фотографов, лауреат многих премий Леонид Лазарев, пришел в фотографию в годы оттепели и сразу заявил о себе как о новаторе. Ему было всего 25, когда престижный ежегодник фотографии Ербук включил его в число лучших фотографов мира. В нынешней экспозиции несколько десятков знаковых работ, удивительно точно передающих дух времени. Москву периода оттепели. У нас в студии фотохудожник Леонид Лазарев. Здравствуйте. Добрый день. Говорят, что когда в 50-х только-только появились ваши первые фотографии, то все сразу заметили, что у этого фотографа какой-то свой нешаблонный язык, какая-то своя манера особенная. Вы сами-то чувствовали тогда, что вы не такой, как все фотографы? Нет, ну, до такой степени самоуверенности у меня, конечно, не было. Я часто получал призы по итогам года за лучший материал года. И старшие товарищи, вредарцы, на меня косо начали посматривать. Кто-то завидовал, а кто-то радовался. Я был окружен людьми, которые с большим уважением относились к молодому фанатику, который иногда не поворачивался людям боком и задней стороной, потому что на брюках сзади у него большая заплата была. И однажды я был вынужден прийти в таких брюках с такой заплатой. Ну, что делать? У вас ведь был большой успех и за рубежом, позже несколько. А как к этому относились коллеги? И вообще не было ли сложностей в связи с этим в вашей профессиональной карьере? Вы знаете, сложностей не было. Сложности были в том, что у меня не было выставок в России. И когда так случилось, что американцы обратили внимание на моё творчество, то сразу началась выставка в Американском конгрессе. Потом ещё пять выставок разных. Последняя была, по-моему, в Колумбийском университете. Относительно недавно. На открытии вашей выставки была представлена книга, ваша новая книга рассказов, потому что вы ещё и писатель известный. Пуля для Токумара. Там, насколько я знаю, описаны ситуации, которые сопровождали создание тех или иных снимков. Можете сейчас припомнить какие-то интересные, может быть, смешные, а может быть, трагические истории? На Станкинской башне. 67-й год. Идёт стройка. У меня задание редакции снять ночную Москву с башни. Главный инженёр. Да, говорит, конечно, мне звонили. Пожалуйста, но имейте в виду до 12 часов. Иначе у вас не будет детей. Это я пропустил мимо ушей слово «дети», потому что я был молодой, самоуверенный. И о детях ещё не думал. Меня подняли на лифте. Подвёл он меня в какую-то загадочную дверь, похожую скорее на дверь подводной лодки. Говорит, ну вот сейчас вы выйдете, вы уже там сами. Но имейте в виду, бордюра никакого нет. Вы там поосторожнее. Но у вас время. Имейте в виду, в 12 мы включаем передатчик. Он открывает передо мной дверь и выталкивает меня на улицу. Дихий пар ветра буквально сбивает меня с ног. Я ставлю штатив, а он падает. Я ложусь на бетон и по-пластунски начинаю продвигаться к краю Останкинской башни. И когда край, я рукой почувствовал, что дальше некуда ползти, я вынул аппаратуру. И смотреть невозможно было в камеру, потому что ветер такой силы, что он выдавливал слезинку из глаза. И навести на резкость, смотреть куда-либо невозможно. Так что я побывал в платье Золушки. Перед вами, как перед профессионалом, на протяжении вашего огромного жизненного творческого пути, все время открывались какие-то новые технические возможности. То цветное фото появляется, то цифра сменяет пленку, дальше какие-то компьютерные программы. Вот что из этого вас заинтересовало, что вы для себя взяли, что вы не приемлете? Вы знаете, в годы моего профессионализма никакой цифры речи не было. Только пленка. Специально для меня заказывалась аппаратура, которую я указывал пальцем. Это было очень почетно, очень важно. Это профессиональный, серьезный камер, Мамия РБ-67 с оптикой, пленкой, кодек. А что касается цифры, ну, в последнее время я уже многие годы свободный художник. Конечно, у меня в руках цифровая камера, и каждый раз я меняю камеру после каких-то больших съемок. Потому что камера не обладает, я бы сказал, надежностью. Потому что ослепить ее ничего не стоит. Солнечным лучом перестает работать какие-то функции. Но успех у меня пришел все-таки на черно-белые съемки, советской аппаратуре, советской пленке. И успех пришел благодаря моему чувству пульсации жизни. И вот это чувство помогло создать изображения, в которых чувствуется жизнь. Я, например, не мог снимать каких-то нищих людей. У меня ближайший поэт, он написал книжку, говорит, Леня, я хочу проиллюстрировать твоими фотографиями. Вот мне нужны бомжи там. Я говорю, нет, ни в коем случае. Вот как же так? Не могу. Я не могу себя заставить поднять камеру на человека, который... Судьба обделила. Спасибо, Леонид Николаевич.